Три года на внедрение. Гостандарт номер шесть охватит все автомобили к 2020-му, задав верхнюю планку выбросов вредных веществ в атмосферу. Массовый переход на экологичное топливо, отмечают специалисты, не дань моде, а давно назревшая необходимость. «Уровни загрязнения воздуха от выхлопов автомобильных газов растут с каждым днём. Именно это обязательство побеждает нас ужесточать нормы эмиссии вредных веществ». Новый стандарт самый жесткий с точки зрения экологии. Он нормирует такие показатели, как канцерогенные окиси серы и азота, а также твердые частицы и углекислый газ. Словом, удельный вес выхлопов загрязнений воздуха должен существенно уменьшиться. Вырастет и качество топлива. Благодаря этому уровень работоспособности и срок эксплуатации двигателей станет гораздо выше. С начала 2000-х в Китае приняли уже шесть стандартов качества топлива, шаг за шагом доводя их до международных норм. Гостандарт номер шесть полностью соответствует нормам, действующим в Европе и Соединённых Штатах. Если на подготовку к внедрению шестого гостандарта отвели три года, то пятый начал действовать уже с 1 января 2017-го. Бензин и дизель в Китае становятся всё более экологичными, хотя зачастую это требует серьёзных вложений в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. На декабрь 2015 года в Китае насчитывалось более 170 миллионов автомобилей. В 11 городах страны количество легковых машин превышает 2 миллиона. Это один из важнейших факторов риска для экологической безопасности, поэтому переход на электродвигатели и новые стандарты качества топлива ещё долго будет оставаться одним из важнейших приоритетов государственной политики. Ли Сюэ, Си Чи Диан.